Одесса Спорт представляет О нашем спорте Оперативно и подробно Здравствуйте! Сегодня в выпуске Одесса Спорт вы увидите Шахтер Черноморец Черноморского чуда не произошло Шахтер прерывает беспроигрышную серию моряков Зимнее первенство Одессы по футболу окончено Поздравляем победителя Новости из Южного Портавик спокойно уложил на лопатки бурелестник А в рамках волейбольного первенства страны среди женщин Химик не менее уверен, чем гонболисты Поборол северодончанку А теперь обо всем детальнее Шахтер в домашнем матче прерывает беспроигрышную серию Черноморца Отдадим должное Одесситы сражались В первом тайме моряки действовали уверенно Более высокий класс соперника ощущался Но тотального преимущества и игры на отбой в исполнении Одесситов не было Удар Фернандиньо в ближний верхний угол, отбитый безотосным Пару штрафных – вот и все, что смогли создать горняки Кроме правильной игры в защите, моряки выдали ударную пятиминутку в атаке С 30-й по 35-ю Но на 42-й Тейше расправа прострелил на Андриана Который откинул под удар Фернандиньо В гол в касание без шансов 1-0 На второй тайм вместо Рьеры вышел долгожданный дебютант Максим Шацких Почти сразу же Бобко мог сравнять счет Прострел Зубейко справа, но метров с 7 Ваня не попал в рамку На 59-й горняки провели классическую атаку Сырна прострелил в центр штрафной, где одинокий Мхитарян в касание распечатал правый угол 2-0 Без сомнения, свой лучший на данный момент матч за Одессу провел Джедже Именно он на 67-й минуте разрезал левый фланг и навесил во вратарскую Пятов ошибся, но мяч предательски угодил штангу К сожалению, набегающие Бурдужан и Дематос не смогли завершить момент А уже через 6 минут Адриана рикошетом от Бергера ставят точку в поединке 3-0 Преследователи моряков сейчас, конечно, подтянутся поближе Зато Черноморец не потерял игроков из-за травм и дисквалификаций Перед принципиальнейшим матчем против Динамо И неважно, пройдет эта игра как положено или на день позже К логическому завершению подошлось зимнее первенство Одессы по футболу Минувшую субботу на УТБ Черноморец на улице Архитекторской Прошли два последних матча этого престижного турнира Поединки за третье место встретились команды Реал Фарм и Пальмира О тотальном перевесе одной из команды речи не шло В целом игра получилась равной С приблизительно одинаковыми шансами на успех с обеих сторон Но слишком уж нервной Девять предупреждений и одно удаление Казалось, что в борьбе нервов важнее для всех было не пропустить Отчего у игроков больше сил уходило на разрушение моментов соперника Чем на созидание собственных Обострилась борьба лишь во втором тайме Обмен голами на 50-й и 60-й минутах Повесил еще больше знак вопроса над исходом бронзового противостояния И только через 26 минут удар Виталия Абазана поставил все точки над И Реал Фарм в бронзе, Пальмира остается за бортом пьедестала Скажем так, проигрывать всегда неприятно В любом случае Всегда, когда выходишь на футбольное поле, хочется выиграть А проигрыш есть проигрыш И приятного в этом мало Финал с участием второго состава Реал Фарм И команды Таирова тоже не блеснул голевой феерией Обоюдная осторожность и здесь преобладала Одержав верх над долгожданной зрелищностью Правда, ради отметим, что прогнозируем и многими перевес Таировца в классе На деле оказался не более чем выдумкой Реал смотрелся ярче Да и до ворот соперника добирался чаще, а главное острее Гол в ворота Таирова назревал, но упорно не шел Хотя над этим реалисты трудились долгие 62 минуты И только после этой временной отметки Владимир Емельянов сделал серьезную заявку на победу 1-0 с контратакой и победный рейд героя Топлес к середине поля В последние 20 минут игры хоть в воздухе и витало напряжение Но в осмысленную опасность у ворот Реал Фарм Оно не переродилось Скорее Реал забил бы второй мяч, чем Таирова первый Но на том игра и завершилась Минимальная победа Реал Фарм 2 принесла команде Лиховидова максимальные дивиденды Как и подобает в таких случаях Игрок, ногами которого команда протоптала себе дорожку на верхушку пьедестала Отказался принимать лавры единолично Получилось так, что мы воспользовались единственной их ошибкой Команда Савиньон играла без ошибок Сегодня сыграла вся команда Если бы не команда, то сами понимаете, что мы бы не выиграли Командный дух сегодня повлиял очень сильно Мы собрались, у нас не было дисквалифицированного игрока Лидера нашей команды, Олега Андреева Но и без него мы справились очень хорошо Потому что в нашей команде играет очень много молодых игроков И они голодные для побед Мы это вышли и показали Обыгравшие более квалифицированную команду Матч 21-го тура национального первенства по гонболу между портовиком и буревестником Завершился беспроблемной победой южненской команды Оторвавшись от соперника в счете еще на первых минутах Портовик на протяжении всего матча сохранял за собой позицию лидера На 13-й минуте гости сверли отставание к минимуму 8-7 Но выровнять ситуацию не сумели И к окончанию первого тайма Буревестник отставал от портовика уже на 6 пунктов 15-9 Немало неприятностей нападению луганчан Доставили южненские вратари До середины первой 30-ти минутки Ворота южненцев успешно защищал Игорь Чуприна Далее его сменил Владимир Смирнов Уверенно отстаивая последний рубеж портовика До 40-й минуты матча Последние 10 минут встречи Рамку южненцев защищал Владимир Ракитин Портовик забивал с любых позиций Опережая своих визави в скорости и в индивидуальных действиях Благодаря чему уверенно и спокойно шел в победе Тренер южненцев не стесняясь Экспериментировал с составом Предоставляя игровое время всей скамейке запасных И даже в таком варианте встреча завершилась С перевесом в твердую шестерочку 31-25 А значит актив портовика пополнился на 2 очка Ребята молодые Мы собрались практически 8 месяцев назад Собрали эту команду Растут потихоньку над собой Ну понятно, что класс портовика повыше Практически со скамейкой поиграла То, что мы давно мечтаем об этом Была возможность сегодня варьировать составом Даже практически от начала игры Но результат В принципе доволен результатом 2 очка заработала команда Я думаю, что нас это пока устраивает У нас еще есть следующая игра с браварами Думаю, мы еще продолжим наш эксперимент Мы просто обязаны это делать Потому что мы готовимся уже к плей-оффу Уже понятно, что мы в четверке И надо готовить сейчас ребят плей-офф И готовить молодежь, чтобы она немножко помогала основному составу Десятый тур чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Принес Химику две победы над Северодончанкой После чего команда из Южного уверенно возглавила турнирную таблицу Свою 20-ю победу в первенстве страны Химик отпраздновал в первый день Несмотря на сухой счет по партиям Соперник дал серьезный бой хозяевам площадки Во втором и третьем сетах Кстати сказать, капитан команды Дарья Степановская Провела в тот день свой 400-й матч за Химик Больше всех в истории команды Во второй день наиболее напряженной получилась первая партия А начиная с середины второй Игра проходила под диктовку южненских волейболисток Проведя пропущенные матчи Химик набрал 63 очка И теперь опережает ближайшего преследователя Луцкую Волынь на 6 очков Северодончанка сохранила третье место 45 очков Как и раньше, опережая Запорожскую орбиту Лишь по коэффициенту соотношения партии Всем командам осталось только сыграть по 4 матча на первом этапе Следующие игры Химик проведет в Виннице 23-24 марта против местной команды Кряж Медуниверситет Очень много брака, конечно, в передаче Если вчера, допустим, мы, можно сказать, справились с приемом Но много не добили доигровок именно в концовках То сегодня, в середине второй партии Мы вообще провалились на приеме А в доигровке, ну, нельзя, чтобы один игрок То есть одна Лисиенкова Атаковала за всю команду Есть над чем работать Есть работать именно над доигровкой Потому что на одной Лисиенковой команда ехала и так уже 4 с половиной года 5 практически Тяжело одним игроком играть весь сезон Ну, а остальные в силу своей, наверное, психологической неуверенности Не могут оказать ей достойную поддержку Хотя и по 3-0 закончились эти игры Я не думаю, что они отражают накал борьбы Вы знаете, все было на грани На грани выигранной партии На грани выигранной игры Неизвестно, как повернулась бы игра Докончили первую партию, если не проиграв У нас то же самое, по-моему, было в Северодонецке Во второй день Такая же история Борьба в первой партии И потом такой же провал у нас произошел Ну, то есть команда психологически, понимаете, борется И второй день при этом борется Борется за каждую партию И вот победа упускается И потом провал Это нормальная психологическая ситуация Здесь даже игроков как бы не обвинишь Команда серьезная Команда еще предстоит нам бороться в финальных играх Борцовский бренд «Динамо» действует как магнит Для школ из всех стран бывшего СССР Именно поэтому на любые соревнования к одесским «Динамовцам» Едут с сильнейшими составами На международный турнир на призы спортивного общества «Динамо» Съехались более двух сотен борцов в трех возрастных группах Самые маленькие – 2003-2004 годов рождения Чуть старше – 2001-2002 И самые старшие – 99-2000 годов рождения Для последних, кстати сказать, этот турнир – последняя обкатка Перед чемпионатом страны, который стартует через месяц География участников самая разная Большинство борцов из Одессы и Одесской области В котором конкуренцию составили две команды из Харькова По одной из Черкас, Полтавы, Винницы и Шоргорода Прибавьте к вышеперечисленным украинским борцам Еще и три команды Молдовы и две из Приднестровья И вот вам полная картина турнира Объясняющая огромную конкуренцию в каждой весовой категории И такой аншлаг шесть раз в год Ровно один раз в два месяца Динамо принимает у себя гостей Результаты турнира и фамилии победителей Вы узнаете на нашем сайте Одесса Спорт.Инфо